Доброе утро, уважаемые трейдеры! Если фундамент, скажем, для вас не пустой звук, хорошая возможность прямо с утра посмотреть, скажем, через блиц такой анализ событий, которые грядут, и подвести итоги прошлой торговой сессии. Ну и, разумеется, те, кто просматривает запись, также вам огромное спасибо. Напоминаю, что каждый брифинг в плане записи, как контент, доступен на нашем канале на YouTube, записи выкладываются буквально через 30 минут, даже быстрее, после того, как мы заканчиваем, собственно, анализировать ситуацию. Приятно видеть то, что количество подписчиков на канале становится все больше и больше. Хотелось бы, чтобы это количество было также еще и конвертировано в соответствующую активность в виде каких-то комментариев, вопросов и публикации тоже в формате комментариев, собственного видения того, что происходит на рынке и торговых идей, может быть, даже рекомендации. Друзья, я обоими руками выступаю за такую активность, потому что очень хочу, чтобы мы делились мнениями, скажем, не были в отношениях транслятора идей и те, кто получает эти идеи. Я хочу, чтобы информация шла со всех сторон, веря в то, что чем больше ее будет, тем больше у нас появятся возможности, чтобы качественно ей распоряжаться. Спасибо тем, кто оставляет комментарии, высказывает свою позицию. Она лично для меня, для спикера имеет очень большое значение. Я ценю вашу заинтересованность в финансовых рынках. Надеюсь, что активность будет еще больше. Давайте теперь переходить к анализу того, что у нас случилось на рынке финансовых инструментов. И первый актив, на котором я хотел бы остановиться, это нефтянка, которая вчера закрыла торговую сессию бренда с небольшим повышением, особенно небольшим в контексте сравнения с этой просадкой, которую мы наблюдали до этого. 61.83 – это клост по бренду. Сейчас актив торгуется рядом с уровнем 62 доллара за баррель. Несмотря на рост актива, который мы наблюдали, я не хочу сейчас, опять же, обсуждать идеи, связанные с ростом котировок нефти. Я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что цены на черное золото по-прежнему испытывают влияние вот этого, скажем, системного риска, который связан с опасениями сохранения высоких показателей нефти добычи в США. И буквально несколько дней назад мы с вами уже признали тот факт, что участники рынка уже меньше интересуются перспективами соглашения ОПЕК. Фактом, возможно, его продленят до либо марта 2018 года, либо, соответственно, до конца. И больше обращают внимание на статистику, статистику по штатам, тем более, что ее, как и всегда, в рамках недели хватает для этого сектора. И вчера у нас данные от администрации энергетической информации, честно говоря, по факту тех отчетов, в которых мы увидели реакция, вызывают определенные вопросы, потому что характер тех цифр, которые мы получили от этого ведомства, он указывал, даже сигнализировал о том, что нефтянку можно активно продавать и тащить, в том числе к нашей с вами ближайшей цели, это 60 долларов за баррель. Что касается самих цифр, то запасы нефти выросли на почти 2 миллиона за прошлую неделю. Это в три раза меньше, чем прирост, который был обозначен американским институтом нефти. Но у нас сейчас такая цифра особо не интересовала. Нам нужно было получить подтверждение роста запасов, потому что чем больше этих запасов, тем, соответственно, меньше потребление на внутреннем рынке, либо при сохранении достаточно высоких показателей потребления, очень высокие критерии добычи. И больше нефти добывается, хотя с учетом тех прогнозов и активности сланцево-боровых, цифр, планов, ожиданий и темпов наращивания производства, эта статистика больше, чем реальность. Запасы бензина, кстати, тоже выросли. Думаю, что сам фактор прироста запасов лишь подтверждает то, что рентабельность этого бизнеса нефтяного в США находится на очень высоких уровнях. Производственные мощности по загрузке растут. Опять же, ссылаясь на общавшую прогноз администрации и единической информации, сейчас загрузка производственных мощностей на нефтеперерабатывающих заводов превышает даже 90%. Очень сильно контрастируют, к примеру, с показателями, с которыми мы работали в начале этого года. Тогда загрузка была примерно в районе 82%. Конечно же, нефти, с учетом текущих высоких цен, нефть можно добывать, стоит добывать. Это крайне эффективный бизнес. Мы видим это количество нефтяных терминалов, которые по-прежнему остаются на максимуме за последние 2,5 года. Я думаю, что если в ближайшую неделю перевалим за планку 800 единиц, это вполне возможно. Может быть, даже уже завтра мы получим такие цифры. Тогда у нас снова будут сигналы, которые легко можно будет использовать, чтобы рассчитывать и ставить на шансы, вследствие которых американцы могут достигнуть даже 10 миллионов планки по производству. А сейчас, если говорить не только про традиционные способы разведывания, но и коснуться еще сланцевого, скажем, типа, мы наблюдаем цифры выше 6 миллионов. Вы помните прогноз даже от ОПЕК, что к 2021 году сланцевая добыча вырастет до 7,5 миллионов. Кстати, у нас был не только прогноз ОПЕК по поводу более, скажем, прогноза более высоких показателей добычи на перспективу. У нас был еще и прогноз от администрации энергетической информации, в соответствии с которым ожидается, что в декабре производство сланцевой нефти вырастет еще на 80 тысяч баррелей в сутки. У нас еще до сих пор свежи воспоминания о последнем докладе международного энергетического агентства, в соответствии с которым был снижен прогноз роста спроса на нефть. И, в частности, Международное энергетическое агентство, исходя из показателей по добыче в США, отметило, что экономические Штаты, производители в США находятся на пути достижения лидирующего, опять же, положения по добыче мерти. Друзья, то, что у нас вчера не было должной реакции на увеличение запасов, это еще не повод расстраиваться. Я думаю, что можно порассуждать и прийти к выводу о том, что, видимо, медведи нуждаются в дополнительной поддержке. И если так, то завтра она должна прийти, потому что завтра в 20.00 по московскому времени. И еще один очередной релиз недели для нефтянки, это статистика, которая закрывается неделю, это отчет нефтесервисной компании Baker Hughes. Уже в двух словах отметил, какие ожидания у нас есть. Думаю, что при сохранении, опять же, статистики, при сохранении роста, который сломал тенденцию сокращения буквально неделю назад, у нас будут шансы, чтобы добраться до 60 долларов за баррель под конец текущей пятидневки. Российская валюта, в принципе, уже перевыполнила наши с вами цели и ориентиры. Они, правда, не долгосрочные, они были колкосрочные. Это 60 рублей против доллара. При сохранении пресса, соответственно, на нефтянку рубль будет испытывать еще большее давление. Но здесь все-таки на существенную девальвацию мы рассчитывать пока не можем, потому что понимаем, что совсем скоро стартует еще и налоговый период в России. Традиционно, под закрытием ввода налогового обязательства, существенность, спрос на рублевую ликвидность, будет выступать в роли локального, внутрироссийского фундаментального компенсатора снижения. Но, думаю, что мы уже начинаем постепенно проникаться новой реальностью для курса российской валюты. Это реальность нахождения выше 60. Здесь, друзья, стоит только ставить цели в плане горизонта дальнейшего ослабления, ну, кто на что гораст. Я думаю, что 62-63 до конца, собственно, этого года – это даже еще одна цель, не максимум, а лишь следующий перевалочный пункт, от которого можно будет двигаться дальше. Доллар японская иена. Несмотря на крайне волатильную вчерашнюю торговую сессию, и эта волатильность была характерна не только для американцев, а буквально для всего спектра финансовых активов, ситуация стабилизировалась под закрытие дня и по доллару японской иене. Даже несмотря на то, что лоу дня был на отметке 112.46, мы ушли выше 113, и сейчас торгуемся на уровне 113.04. Соответственно, сравнивая текущие котировки с теми, которые мы наблюдали с вами днем ранее, ситуация особо не изменилась. И это справедливо также и для евро доллара, и для австралийца, и для новозеландца, и для фунта, и, собственно, и для канадской валюты. Хотя есть новые водные фундаментальные, я сейчас о них, разумеется, с вами вместе поговорю, потому что это водные, которые поддерживают наши с вами прежние идеи. Что касается доллара и японской иены, с чем было связано ослабление? Ну, поскольку слабость доллара произошла еще до выхода отчетов в роничные продажи в индексу потребительских цен, можно было бы искать ответы именно в динамике доходности американских облигаций и в рыночных настроениях. Да, действительно. Американский фондовый рынок, вся секция целиком, и NASDAQ, и Dow, и S&P начали крайне плохо, торговый день. По S&P потери превышали даже в моменте 2%. Даже несмотря на то, что сейчас актив торгуется на отметке 2568, мы видим, что рынок уже охладел к желанию переписи локальных максимумов, и сейчас развивается коррекция. Опять же, завершение сезона квартальных отчетностей и необходимости рынку переключает свое внимание на статистику, на скепсис, относительно реализации налоговой реформы, еще работать с ожиданиями ослабления цен на нефть. Это сказалось на настроениях, и резкое снижение, собственно, американского фондового рынка по принципу цепной реакции привело к слабости и прочих площадок мировых фондовых рынков и повысило спрос на защитные активы, к которым традиционно относятся иена. Можно еще в качестве фактора более близкого уже не только к глобальным настроениям, а непосредственно к американской экономике отметить продолжающее обсуждение по поводу реализации налоговой реформы. Кстати, сегодня день, возможно, еще более важный для доллара, нежели чем вчерашняя торговая сессия, потому что сегодня в палате представителей как раз и будет проходить голосование по поводу законопроекта, предложенного от Сенатского комитета республиканцев. Как и раньше, друзья, считаю то, что их редакция, которая подразумевает откладывание этой реформы еще как минимум на год, вряд ли будет поддержана, особенно среди более прогрессивно мыслящих республиканцев в палате представителей. Поэтому голосование против этого документа, против такой редакции потенциально – это серьезная поддержка для доллара. Теперь, что касается отчетов. Индекс потребительских цен, кто-то считает то, что вчерашняя статистика в целом как блок оказалась крайне неважной, неудачной, и именно она стала причиной, опять же, распродаж и ухудшения настроения в отношении доллара. Я, друзья, советую вам такую позицию не разделять, потому что если мы посмотрим и сравним те цифры, которые в итоге были опубликованы с прогнозами, то сможем увидеть, что некоторые отчеты как минимум совпали с прогнозами и ожиданиями, а некоторые их перевыполнили. В частности, индекс потребительских цен в месячном выражении 0,1%, в годовом 2,2% ровно, против прошлого 2,2%, но все равно прогноз был на отметке 2%. И почему прогнозы были хуже, чем прошлые значения, потому что, напоминаю, последний рост показателей инфляции был связан с чрезмерным раздуванием цены на продукты питания и на, собственно, цены на бензин, что стало следствием вот этих стихийных бедствий, о которых мы очень много с вами говорили. Это всем известный ураган Им, Ирма и Харви. Соответственно, сейчас ситуация с статистикой более-менее стабилизируется. Эти показатели начинают уже отражать обстановку, не связанную с сезонными факторами, демонстрировать картину именно в том виде, в котором она уже осложилась. И у нас все равно статистика со знаком плюс, у нас все равно прослеживается тенденция роста. И если мы с вами обратим внимание на плазовую инфляцию, которая как раз исключает вот эти волатильные компоненты, как цены на энергоносители и продовольственные товары, она, между прочим, в США выросла до максимума с апреля. Это для скептиков основной посыл и сигнал, то, что инфляция в целом и отношение к этому показателю, и, собственно, будущий вклад в активность потребителей, тенденция позитивная, она еще не осложнена. Что касается роничных продаж, то здесь прирост на 0,5% против прогноза 0. То есть и здесь тоже есть возможность сделать правильные позитивные выводы. Сегодня, кстати, на азиатской сессии доллар получил довольно неплохую поддержку от комментариев представителя ФРС Розенгана, который снова говорил про инфляцию. Опять же, слайд на последний показатель, отметив то, что статистика вышла в сильном ключе и по мере сохранения прогресса на рынке труда, то есть по мере еще большего снижения уровня безработицы, у инфляции будет возможность получить соответствующий пинок, скажем так, толчок для еще большего роста. Поэтому от вчерашних релизов мы не должны, скажем, встроить идеи по продаже доллара, статистика по-прежнему довольно хорошая, будем ждать больше новостей по поводу реализации налоговой реформы и сегодня продолжим следить уже за следующими макроэкономическими релизами, потому что в 16.30 у нас заявлено пособие по безработице и еще в 17.15 промышленное производство. Снова хорошие ожидания и ожидания, которые могут быть конвертированы в дальнейшую крепление позиций доллара. Австралиец против американца. Давление на австралийский доллар сохраняется вслед за, собственно, динамикой статистикой по снижению заработных вклад. У нас несколько часов назад вышли данные по уровню занятости. Скромный показатель прироста в 37 тысяч против того, что практически 27 тысяч. Это не может также не заложить основу для ухудшения настроения относительно перспектив национальной экономики и не может не стать еще одним кирпичом, таким фундаментом идеей того, что резервный банк Австралии дальше будет работать с мягкой экономической политикой. Поэтому по австралийцам, друзья, хотелось бы мне сегодня обозначить уровни более близкие к нашей с вами долгосрочной цели. Но, опять же, повторюсь, мы недалеко ушли от тех значений, которые находились ранее. Поэтому по австралийцам, лишь повторяю, прежнюю цель это 0.75, по новозеландскому доллару 0.68 как минимум. Но лучше даже ставить на снижение в районе 0.67. Примерно 30 пунктов мы отыграли, наша идея по продаже новозеландца от тех котировок, которые мы видели вчера. При росте доллара давление на АПУ средствовых инструментов еще серьезнее, собственно, вырастет. Доллар канадец вчера показал восстановительную динамику, хотя у нас доллар ведь слабел. И почему все-таки канадец пропустил вперед американского конкурента. Здесь ответ нужно искать в вчерашнем выступлении заместителя управляющего Банка Канады Каролина Вилкинса, которая снова говорила про осторожный подход Банка Канады к следующему росту процентных ставок. Потому что по-прежнему одним из ключевых ориентиров, ключевых целей для деятельности в рамках мандата, скажем, Банка Канады, ставится на достижение цели по инфляции, а последнее решение по росту процентных ставок и рисковые пенекоса национальной валюты. Реально Банк Канады отбросило от достижения этой цели в перспективе, скажем, конца этого года и первого квартала 2018. Сейчас вам приходится работать уже совершенно другими сроками, как и нам. Мы лишь убедились в том, что для Банка Канады, если раньше был в качестве основного негативного аспекта, это неопределенность по торговому соглашению НАФТО, сейчас мы видим то, что теперь еще одним головной болью являются низкие значения инфляции. И повлиять на этот показатель без еще большего ослабления курса национальной валюты не удастся. Поэтому USDCAD, друзья, как и покупали раньше, продолжаем это делать. Цель у нас 1.30, а сейчас котировки 1.2766. Ну и, конечно же, фунт, который, безусловно, нельзя пройти стороной сегодня, потому что в центре, внимание, также этот актив и предстоящие часы, поскольку вот 12.30 выйдут данные по рыночным продажам, по ожиданиям годовое значение показателя может существенно, скажем, поддержать курс фунта. Это то, что как раз нужно нам. Мы видим то, что медведи, может быть, лаками прессингуют, но быки их особо не пропускают. Это очень странный, скажем, боковик по этой валютной паре. Давно я такого не видел. Должен произойти пробой в самое ближайшее время. И каждый из последующих отчетов – это как раз потенциальная бомба, либо пороховой заряд, чтобы котировки либо уже прорвались, собственно, выше текущих значений, а сейчас мы котируемся недалеко от отметки 1.32, либо уже претендовали на движение в район 1.37. Почему можно дальше торговать от покупок? Потому что у нас вчерашние данные по уровню безработицы. Как и ожидалось, показатель снизился до 2,2% с 2,3%. Напоминаю, что динамика роста зарплат 2,2%, при этом показатель инфляции 3%. То есть здесь совершенно простой, логичный вывод о том, что инфляция, она съедает привоз по заработным платам и не позволяет наращивать потенциал потребительской активности для экономики. То есть это тоже серьезная проблема, даже не то, чтобы… Это главная проблема, с которой сейчас работает Банк Англии. И мы пришли к выводу, что если не удастся быстро разорвать заработные платы, нужно что-то делать с инфляцией. Поэтому самый лучший и верный способ влияния на показатель индекса потребительских цен – это коррекция курса национальной валюты посредством повышения процентных ставок. Вот почему, друзья, все эти отчеты, которые были опубликованы на этой неделе, я лишь использовал, чтобы объяснить хорошие шансы на то, что дальнейшее ужесточение политики может стать причиной роста пункта. И, возможно, именно поэтому пункт не пропустил вперед медведей и ищет дополнительный какой-нибудь триггер для собственного роста. Поэтому в отношении пункта, в отличие от прочих рисковых активов, я сохраняю длинные позиции, и цель прежней – это 1.34. Евро скорректировался, опять же, вчера, с точки зрения техники, у нас сформировалась на днем полноценная разворотная свеча. Если теханализ не подведет, не подведет классика, скажем, Билл и Уильямса, разворотная свеча с хорошей ангуляцией, будет у нас дальнейшее снижение. Но для этого сначала нужно, чтобы доллар начал активно расти. Поэтому сегодня я взлагаю большие надежды на голосование в Палате представителей. Сегодня я жду поддержки от статистики, которая будет публикована на три дня. И сегодня хотелось бы, чтобы пара доллара и иена снова приблизилась к планке в 114. На этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. По вопросам и комментариям уже, в принципе, разобрались с вами в начале брифинга. Не забывайте, что у вас есть такая возможность высказывать свою точку зрения, о своей видении ситуации, делиться им. Это очень важно не только для меня, а для всего трейдерского сообщества. Там маркет с хорошей вам торговой сессией. Увидимся, как и всегда, завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Всего доброго. До свидания.